Сегодня у нас на обзоре смарт-часы. Моделька называется T68 черного цвета. Эти смарт-часы имеют функцию измерения температуры и множество других функций. Поступили они мне вот в такой вот аккуратной запечатанной коробке. Давайте эту коробочку мы сейчас распакуем и посмотрим, что там внутри. Так вот, срезаем пленку. И вот так вот, ребята, все это дело также выезжает. Шикарно все это выглядит, конечно, изначально. Нужно посмотреть еще, что из себя представляют эти смарт-часы. Такой вот идет здесь браслетик резиновый. Вот корпус самих смарт-часов. Здесь мы видим контакты для зарядки. Здесь у нас датчики измерения. Сбоку часов у нас есть здесь, кстати, еще и фонарик. И вот такая вот кнопочка для управления часами. Так, с левого бока здесь ничего нету. Здесь внутри коробки у нас еще находится зарядка. Один штекер USB. Ну и второй конец, он вот такого вот формата. Кстати, на многих смарт-часах сейчас современных вот такая вот зарядка идет. А также здесь еще идет вот такая вот инструкция. Кстати, инструкция есть и на русском языке. Поэтому обзор будет максимально подробным и точным. Так, дисплей у нас TFT. И вот получается два датчика. Как я вам и говорил, первый датчик это измерение сердечного ритма. Второй датчик вот такой вот металлический. Датчик измерения температуры. Попробуем включить эти часы. Удерживаю я вот эту вот кнопку. И да, включение произошло. Вот такой вот здесь идет стандартный циферблат. На циферблате отображается время. Также дата, уровень зарядки батареи, количество шагов, сопряжение по Bluetooth. Ну и также температура здесь еще указывается. И так, как вы можете видеть, батарейка почти израсходована. Поэтому первым делом, что я сделаю, это поставлю часы на зарядку. Вот так вот зарядочка примагничивается. Достаточно уверенно она держится. Ну и вот мы видим, батареечка подзаряжается. Пока, ребята, часы находятся на зарядке. Хотел бы вам сказать то, что заказывал я их с Алиэкспресс. Ссылку, по которой вы сможете посмотреть цену. Также по которой можно будет их приобрести. Я оставляю в описании под этим видео. Также оставлю ссылку на кэшбэк сервис. Не забывайте, с кэшбэком можно будет приобрести эти часы немного дешевле. А также, ребята, хочется добавить то, что на моем канале уже более 15 обзоров на разные смарт-часы. Вот, например, есть обзор на смарт-часы от компании Halo. Это мои личные часы, я сам их использую. Ну и также сейчас еще параллельно записываю обзор на смарт-часы вот такого вот формата. Впервые, ребята, такие смарт-часы я встретил. Смому очень интересно, что они из себя представляют. Поэтому, кому интересна такая тематика, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, следите за обновлениями. Ну что, ребята, продолжим наш обзор. Здесь вот на экране такая заводская наклейка. Давайте сразу ее отклеим, чтобы часы красиво выглядели в обзоре. Так, следующий пункт, который я вам покажу, это циферблаты, которые есть в этих часах. Для того, чтобы нам сменить данный циферблат, нам нужно нажать на сам экран. Вот так вот палец ставите и удерживайте. Вот у нас здесь смена циферблатов идет. Это первый стандартный. Вот у нас второй циферблат. Третий вариант, смотрите, какой прикольный, интересный. Четвертый циферблатик. Пятый вот такой вот динамично идет. Двигается вот этот вот цветочек на экране. Шестой циферблат. Более такой он простой. Ну и вот, получается, шесть стандартных циферблатов. Здесь выбираете любой, который подходит под ваш стиль. Далее ознакомлю вас с параметрами данного продукта, данных часов. Дисплей здесь 1,54 дюйма. Экран IPS. Разрешение 240 на 240 точек на дюйм. Водонепроницаемость IP67. Емкость аккумулятора в часах 250 мА. Время работы их 5-7 дней. Это в активном режиме использования. Но, ребят, честно говоря, я записал первую часть обзора достаточно давно. Потом подзарядил часы. Это было 25 октября. И вот сегодня уже 15 ноября. То есть, прошло примерно 20 дней. И часы в режиме ожидания у меня разрядились только вот лишь наполовину. Вы сами видите батарейку на экране. То есть, что касаемо батарейки, информация, я думаю, здесь правдивая. Если в ожидании за 20 дней они сели только лишь наполовину. И также вот написано то, что часы совместимы с iOS 8.4 и выше. И Android 4.4 и выше. Вот вы видите ширину ремешка 22 мм. Вставляются ремешки здесь очень просто. Здесь такой своего рода шпингалет. Оттягивайте его и ставите его на свое место. Все, ремешок у нас поставлен. Длина корпуса смарт-часов 44 мм. Его ширина 38 мм. Толщина чуть больше сантиметра. Вес часов 37 грамм. Далее давайте рассмотрим меню часов. Управляются часы при помощи вот этой вот кнопки. И также свайпами. Вот мы делаем свайп вправо. У нас открывается вот такое вот меню. Но оно пока еще на английском. Потом мы делаем свайп влево. Здесь тоже вот такая вот менюшка. Можно сделать свайп вниз. Здесь тоже меню. Если мы делаем свайп вверх, здесь у нас уведомления. Уведомления мы тоже протестируем. Вот, кстати, покажу вам кнопку. Такого она синеватого цвета. То есть здесь идет серебре. Здесь такой синий цвет. Видимо такой дизайн. Ну смотрится прикольно. А также здесь есть еще и фонарик. Вот на этой панельке. Давайте сперва поменяем здесь язык. Делаем свайп влево. И выбираем настройки. Вот они настройки. Заходим сюда. И вот у нас выбор языка. Выбираем русский. И дальше нам нужно здесь еще настроить время. Вот здесь есть установка даты. И установка времени. Вот время сейчас 15.37. Окей. Все. Дата и время установлены. И также часы у нас теперь на русском языке. Давайте рассмотрим первое меню, которое находится сверху. Что у нас здесь за значки? Первый значок это измерение температуры. Так, нажимаем на измерения. Но, ребята, хочу вам сразу сказать то, что часы не являются медицинским оборудованием и возможны неточности в измерениях. Даже самые дорогие часы, как правило, не гарантируют вам каких-то точных измерений. Поэтому используйте вы такое приложение только под свою ответственность. Ну вот, часы закончили измерение и показывают то, что температура у меня 36.8. Ну, что-то примерно они здесь показывают. Причем здесь вот два измерения. И вот такая вот информация в инструкции здесь указана. Первый значок у нас отображает температуру кожи. Второй значок отображает температуру тела. Перейдем дальше, ребята. Здесь вот у нас находится фонарик. Второй значок. Это, ребята, как раз-таки основной козырь вот этих часов. Редко встретишь смарт-часы именно с фонариком. Лично у меня это первые часы с подобным фонарем. Там внутри установлен светодиод. Вот я его сейчас включу. Так вот он светит. Вот записал небольшой тест для вас. Включаем фонарик. Вот, собственно, сам столик, на котором я пишу обзор. Дальше идет софтбокс. Это освещение. Тут вот такой у меня бардак. Здесь вот турничок, шкаф. Ну и вот выйдем сюда вот в коридор. Такой вот у меня календарь с мышами. Ну и вот сейчас месяц ноябрь 2020 год. 15 ноября. Мне кажется, ребята, классный фонарик. Для определенных нужд он сгодится. Например, ночью будете возвращаться домой. Нужно будет поставить ключ в замочную скважину. Воспользуйтесь этим фонарем и сможете свободно открыть дверь. Так, следующий значок. Это у нас яркость. Яркость можно прибавить до пяти. У меня яркость стояла на троечке. Ну давайте вот как раз-таки пусть пять и будет. Хотя даже немножко ярковато. Давайте сделаем четыре. Так, следующий значок. Это у нас поиск телефона. Но для того, чтобы воспользоваться этой функцией, нам нужно скачать приложение. Что мы сейчас и сделаем. Для того, чтобы скачать приложение, нам нужно зайти в меню справа. И вот здесь вот у нас находится QR-код. Заходим в него и сканируем при помощи телефона. Все, QR-код отсканирован. И вот нас перекинуло на сайт, на котором указано то, что мы можем скачать это приложение с Google Play, а также в Safe Store. Но мы зайдем сейчас в Google Play. И вот само приложение называется Fit Cloud Pro. Можно найти это приложение просто в поиске. То есть можете QR-код не сканировать, а просто сразу заходите в Google Play, набираете название. И приложение Google Play вам найдет. Итак, зашел я вот в само приложение. И здесь у меня автоматически запустился поиск. Поиск часов. Ну и вот телефон нашел часы. Нажимаем соединение. Привязка успешно завершена. Успешная синхронизация. В приложении также у нас разная информация отображается. Количество шагов. Цель на сегодня 8000 шагов. Общее расстояние. Количество калорий. Температура. Мониторинг сна. Пульс. Давление. Кислород в крови. Так, ну мы хотели протестировать функцию «Найти телефон». Вот здесь она находится. Нажимаем на эту вот кнопочку. И срабатывает у нас на телефоне мелодия и вибрация. Таким образом телефон подает нам сигнал. И мы можем его найти, если мы где-то его затеряли. Так, перейдем во вторую вот вкладку. Здесь у нас выключение часов. И информация о самих часах. Имя модели. И также версия прошивки. Ну вот, ребят, получается с верхним меню у нас все. Переходим к следующему меню. Это у нас будет основное меню, которое находится справа. Здесь также у нас идет измерение температуры. Но температуру мы уже померили. Давайте перейдем к следующему измерителю. Заходим сюда. Это у нас измерение BPM. Сейчас идет измерение. Вот вы можете видеть, горит зеленый датчик. Ну, ребят, напоминаю вам то, что часы не являются медицинским оборудованием. И, возможно, неточность в измерениях. И вот часы мне показывают то, что пульс у меня 83. Ну, похоже на правду. Перейдем к следующему измерителю. Это у нас кислород в крови. Я также запустил измерение. И ждем, что покажут нам часы. Часы показывают мне то, что уровень кислорода в крови 97%. Также каждое измерение можно запустить из приложения. Вот здесь есть давление. Давайте попробуем измерить давление. Нажал начать. Также горит зеленый датчик. Ну, и вот давление у меня 114 на 71. Также, конечно же, измерение давления можно запустить из часов, из левого меню. Вот вы видите, такое здесь сердечко КД. Тоже данное измерение здесь имеется. Так, переходим к следующему пункту. Вот данный зеленый кроссовок. Зашли мы сюда. И что здесь у нас указывается? Здесь также указывается количество шагов, пройденный километраж и количество калорий. Переходим в следующее меню. Спорт. Зайдем сюда. Здесь можно выбрать режим. Прогулка. Идущие. Это, наверное, какая-то спортивная ходьба. Потом идет альпинизм. Верховая езда. Баскетбол. Бадминтон. Вот такие здесь режимы. Ну, давайте выберем, допустим, режим прогулки. И это что-то вроде расширенного секундомера. У нас здесь замеряется время, количество шагов, километраж, калории и также WPM. Здесь мы также можем нажать на паузу. Давайте попробуем выбрать следующий режим. Помимо прогулки выберем велосипед, верховая езда. Здесь у нас указывается время, калории и WPM. Итак, следующее приложение. Это у нас мониторинг сна. Вот такая вот луна нарисована. Мониторинг сна тоже в этих часах имеется. Следующий пункт это таймер. Зайдем в таймер. Нажимаем на play. Ну, это скорее не таймер, а секундомер называется. Отображается измерение секунд, миллисекунд, а также минут. Так, можно нажать на паузу и сбросить секундомер на ноль. Тоже, в принципе, нужная и полезная функция. Дальше у нас идут сообщения. Сообщения — это уведомления. Они у нас также есть и в нижнем меню. Если мы свайпим наверх, вот здесь уведомления открываются. Вот у нас уведомления в самом приложении. Зайдем сюда. Нам нужно их настроить. Я включу абсолютно все уведомления. Уведомления о вызове. И также вот есть разные приложения. Например, WhatsApp, Instagram, Viber. Ну и давайте мы их сейчас протестируем. Итак, поехали. Сейчас будет тест звонка. Позвоню с этого телефона на этот. И посмотрим, что отобразится на экране. Так. Ну и вот вы видите. Идет звонок. Часы вибрируют. Отображается имя звонящего из записной книги. И можно также этот звонок сбросить. Вот давайте звоночек сбросим. Итак, ребята, тест Viber. Вот такое сообщение было отправлено. Вот оно у меня здесь отобразилось. Тест Viber. Йоу. Следующий тест — это тест Instagram. Вот вы видите. Отправлено сообщение. Тест Instagram. Instagram тоже все отлично работает. Смотрим дальше. Тест WhatsApp. Вот я написал WhatsApp. Ребят, что мне нравится. Еще здесь отображаются значки социальных сетей. Потому что в некоторых часах этих значков нет. И сложно понять, из какой социальной сети вам уведомление пришло. Есть здесь, ребята, в приложении будильник. Давайте зайдем в будильник. Добавление будильника идет на плюсик. Давайте попробуем установить будильник. 18.01 ставлю. 18.01 ставлю. Можно задать количество повторов и установить заметку. Сохраняем. Вот будильник сработал. Сами часы вибрируют. Подают нам сигнал. Также можно здесь поставить напоминание о бездействии. При отсутствии активности в течение часа устройство начнет вибрировать. И также вот есть прикольное напоминание. Напоминание «Попить воды». Здесь можно задать интервал, через который вам будут часы подавать сигнал о том, что пора попить воды. Можно установить постоянный мониторинг вашего пульса. Но учтите то, что если вы установите такой постоянный мониторинг, батарейка у вас будет расходоваться быстрее. Потом есть обратная функция поиска часов. Нажимаем «Найти устройство». И часы у меня завибрировали. Также подают сигнал. Так, вот прикольная тоже функция «Поворот запястья для включения экрана». У меня эта функция включена. Вы можете эту функцию отключить. Также здесь задается время, в которое эта функция будет работать. Ну, это прикольная функция. Она мне нравится. Как она работает? Вы поворачиваете часы на себя. И экран включается. Вы смотрите время. Через некоторое время подсветка автоматически тухнет. Есть также функция «Управление камерой с часов в телефоне». Вот, как, ребята, здесь управлять. Допустим, вы ставите телефон на штатив. И просто вот трясете часами. И все, таймер у нас запустился. 3, 2, 1. И телефон делает фотографию. Сможете фотографировать себя без посторонней помощи. Вернемся к функциям наших часов. Закончили мы на уведомлениях. Идем дальше. «Найти телефон». Эту функцию мы тестировали. Дальше идет QR-код. И дальше интересное приложение. Это музыка. Зайдем сюда. Это управление плеером с часов на телефоне. Давайте запустим музыку. Вот, музыка заиграла. Немножко прибавлю. Прибавлять и убавлять громкость также можно и на самих часах. Вот, сейчас звук я прибавлю. Немножко с опозданием. Правда, здесь все идет. Вот, прибавление. Ну, возможно, у меня телефон вот этот вот старенький просто. Также мы можем переключить трек. Вот, переключение произошло. Еще разочек. Ну, прикольно, ребят, функция. Во время занятий в спортзале, либо во время пробежки, она вам может пригодиться. Ну, и последний пункт в этом меню идут настройки. Настройки я вам, в принципе, здесь уже показывал. Также здесь есть меню, которое находится слева. Но, в основном, оно повторяет меню, которое находится справа. Вот вам покажу все эти функции. Я вам уже показывал. Температура тела, данные, измерение пульса, измерение давления, кислород, уведомления, спорт, сон, музыка, QR-код, таймер, найти телефон и, опять же, настройки. В целом, ребята, прикольные часики. Мне они понравились. У меня на канале много разных обзоров. Уже более 20 штук на смарт-часы. Есть также и на другие товары. В принципе, вот эти часики я одобряю. Они мне даже чем-то напомнили мои часы, которые я ношу. Только вот эти у меня часы брендовые. От дочерней компании Xiaomi. Hello LS01 они называются. На них также есть обзор. И вот, посмотрите. Здесь даже такое ощущение. Как будто они сделаны из одинаковых материалов. Расцветка похожая. Такая серая. Резиновый ремешок. Вот такие часики что-то наподобие. Тоже хорошо держат зарядку, как и эти часы. В принципе, неплохая здесь автономность. А также мне понравилось то, что эти часы очень легко управляются. Отклик сенсора и самой операционной системы часов здесь отличный. Вот вы можете видеть. Работает без торможения. Вот еще раз вам показываю. Все работает супер легко. Фонарик в этих часах. Прикольное достаточное дополнение. В общем, ребята, часики могу рекомендовать вам к покупке. Ссылку на них я оставил в описании к этому видео. Ссылочка на Алиэкспресс. По этой ссылке можно узнать цену часов. А также их заказать. Отдельная просьба к вам поддержать этот обзор лайком. Я старался для вас. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите другие мои обзоры. А на этом у меня все. Желаю вам всего наилучшего.